Весенний привет всем из Токио! В этом видео мы с вами прогуляемся по улочкам, заглянем в магазины. Цветы, сувениры, посуда японского производства, аксессуары, косметика, сладости, чай. Заглянем в известный department store, посмотрим, что продается. Посетим старое французское кафе, а на обед отправимся в императорский отель. Французская кухня. Показываю свои покупки для дома. Фарфор от французского бренда Hermes. Выпьем чай из новых чашек. Приятного вам просмотра! В Токио очень теплая, приятная погода. Сейчас много туристов на улицах. Вижу, посмотрите, какая красота. Все цветет. Цветы азалии вдоль дорог в самом центре Токио. Сейчас мы с вами находимся в районе, который называется Гинза. Я иду вот в этот салон, называется Гинза Мисс Париж. Рядом здесь отель расположен. Хочу сделать массаж с ароматными маслами. Первый раз иду в этот салон. Так красиво все цветет. В этом здании несколько салонов красоты. Есть даже мужской, Данди Хаус называется. Но мы с вами отправляемся вот в этот. Называется ВАСПА. Японская спа, видите? Есть даже массаж бамбуковыми палочками. 1 часа 19 800 йен. 150 долларов примерно. Друзья, мы с вами внутри спа-салона. Посмотрим интерьер в японском стиле. Это татами. Сегодня я буду делать два вида массажа. Для тела ароматерапия, массаж ручной. И для лица вот такой вот лифтинг, массаж. Но мне придется отключиться, потому что снимать процедуру, конечно, не получится. Буду релаксировать, отдыхать. Покажу вам комнатку, где делают массаж. Косметика используется японская. Оригинальная, видимо, для этого салона. Время пролетело быстро. Очень приятный массаж. Я даже заснула в конце. Предлагаю вместе выпить чай или кофе в кафе. Здесь рядом расположено вот такое вот старое кафе. Но я знаю еще одно. Немного подальше оно находится. Хотела давно туда заглянуть. Пойдемте вместе прогуляемся. Тоже старое, очень французское кафе. Вот на этой улице оно находится. Кафе называется Гинза Миюки Кан. Много раз мы с вами проходили мимо него. Давайте сегодня заглянем, посмотрим, что внутри. Это очень старое кафе. Такое старомодное. Открыто, не знаю, даже, наверное, в 60-е годы. Может быть, и раньше. А, вот написано, смотрите, 1969 год. Можно посмотреть блюда, какие здесь предлагаются. Это все муляж. Пирожные, тортики, сэндвичи. На витрине можно посмотреть. Интерьер кафе очень маленькая, тесная. Есть вот такие небольшие комнатки. Комнатки, два столика с бархатными диванчиками. Посмотрим меню с картинками. Это классическое кафе, не ресторан. В основном здесь десерты представлены. Сэндвичи, чай, кофе, посуда от Ричард Джинори. И оригинальные чайнички. Написано, кафе Гинза Миюки Кан. В 1969 году было открыто кафе. А сейчас, друзья, будет видеораспаковка. Покажу вам, что купила в Эрмес. Помните, я вам рассказывала, что заказала посуду. Кое-что было в наличии в бутике, и я купила сразу. Но некоторые предметы пришлось заказывать и ждать около трех месяцев. И вот, наконец-то, все пришло. Давайте посмотрим. Вот такие вот невероятно красивые тарелки. Мне понравилась эта серия. Называется она Мозаик. В двух цветах она представлена в бренде Эрмес. Серый, серебристый. И вот такой вот с бежевым из золота. Мне понравился именно этот вариант. Вот такие тарелочки невероятно красивые. Мозаика. Рисунок изображена в центре. Лошади, карета, буква H. И вкрапление золота. Так красиво мерцают на солнышке. И при электрическом освещении качественный, очень хороший фарфор. Приятно пользоваться такой посудой. Я, как вы знаете, не покупаю большие сервизы, потому что посуды очень много. Для праздников есть и другие варианты. Эту посуду я буду использовать каждый день. Пусть каждый день будет праздником. Вот такая вот красота. Поднимает настроение. Элегантно, не ярко. Давайте распаковывать дальше. Еще большой оранжевый пакет. Это как раз то, что я ждала несколько месяцев. В Токио много бутиков Hermes. Если поездить по разным, конечно, можно было найти в наличии посуду из этой серии. Но в бутике, которым покупаю я, в наличии бывает всегда очень маленький ассортимент. Буквально несколько чашек. Через какое-то время появится один-два вида тарелок. И все очень быстро распродается. Заказала чашки большого размера с блюдцами. Они предназначены, я так думаю, что для капучино. Или для кофе с молоком. Я кофе пью в меньшем количестве. Вот такая большая чашка мне не нужна. Капучино редко готовлю дома. Буду пить из них чай. Зеленый, черный. Чай с молоком. Вот такие вот большие чашки. Они достаточно тяжелые. Такие же чашки есть меньше размером. Также в продаже видела кружки и кофейные чашки с блюдцем маленькие. С таким же оригинальным узором. Тарелки заказывала разного размера. Побольше вот эти вот для закусок. Или можно их использовать как десертные, например. Пришло все, что я заказывала. В других видео покажу вам еще другие покупки. А сегодня только фарфор. Посмотрела в бутике одежду весеннюю, летнюю коллекцию. Опять практически все уже распродано. Размеров нет. И те модели, которые понравились. Многие не завозились в этот бутик. Но купила кое-что из обуви, аксессуаров. Покажу вам в следующих видео. Вот такие вот тарелочки. Большого диаметра. 27 сантиметров, по-моему. Идеальный размер для горячих блюд. Я всегда такое использую. Внутри белого цвета фарфор. А по краям ободок орнамент. Вот мозаика. Видите, как красиво. Блестят золотые квадратики. Вкрапления на солнце. Давайте дальше распаковывать оранжевые коробочки. Эти покупки были чуть раньше. В начале весны заходила в бутик. И предметы из этой же серии были в наличии в тот момент. После удачной покупки сумочки Биркин. Которую я вам показывала в предыдущих видео. Несколько раз была в бутике. Но пока больше никаких сумочек не предлагали. Но в течение года можно купить всего две сумки. Биркин или Келли. Так что ждем следующую. Что же это будет интересно. Вот такие миниатюрные тарелочки. Тоже из этой же серии. Мозаик одинаковые. Они предназначены для соевого соуса. Или для любого другого. Последний раз, когда была в бутике. Заказала еще кое-что. Из посуды, из фарфора. Другой формы. Но из этой же серии. Наверное, опять придется ждать 2-3 месяца. Давайте дальше распаковывать посуду. Пошуршим немножко. Посмотрим, что еще я купила для дома. Небольшие тарелочки. Блюдца. Тоже были в наличии в бутике. Немного другой рисунок. Но из этой же серии. Здесь больше серого цвета. В центре буква H. И небольшой кант. По краям бежевого цвета. Вкраплений золота здесь нет. На этой тарелочке. Такой размер я часто использую. Для сыра, например. Небольших фруктов. Или десертов. Пирожных. В общем, да. Очень мне понравилась вот эта серия. Вермес. Красивое, элегантное сочетание цветов. И золотой блеск. Вот такие, друзья, покупки были в этот раз. И посмотрим еще одну небольшую распаковку. Тоже тарелочка из этой серии. Небольшого размера. Прямоугольной формы. Вообще в этой серии есть много квадратных тарелок. Разного размера. Тоже очень красиво. А эта тарелочка была одна в бутике. Предназначена она тоже для маленьких закусок, суши. Некоторые используют для украшений. А я приспособила, знаете, для чего? Показывала вам красивые прозрачные солонка и перечница. И они стоят у меня теперь на таком красивом подносике. Вот Эрмес. А вот такие чашки, тарелки от Эрмес вы могли видеть часто в моих видео. Это старая коллекция. И сейчас такая уже не продается. Больше 15 лет пользуюсь такой посудой. Конечно, она у меня остается. Хороший, очень качественный фарфор. Служит много лет. С цветами, с бабочками. Красивая была очень серия. А это более лаконичный дизайн с буквой H. Далее в этом видео мы с вами отправляемся на прогулку. И в магазин, конечно, заглянем. Солнышко, тепло, приятная погода. Еще не жарко. В Японии лето, жара начинается со середины июня месяца. И продолжается до октября. Сейчас мы с вами находимся в районе Мару Ночи. Здесь есть французское кафе. Десерты, напитки, веранда, где можно посидеть в хорошую погоду. И рядом цветочный магазин. Давайте посмотрим. В Японии самый хороший сезон сейчас. Март, апрель и осень. Октябрь, ноябрь еще теплые. Но уже нет жары. Такой, как летом. А лето в Токио очень жаркое. И влажность высокая. Поэтому сейчас очень много туристов. Многие приезжали на цветение Сакуры. Самолет был полный. Я недавно как раз летала. В прошлом видео вам показывала. Рейс до Токио именно был полный. Ни одного свободного места. Поэтому в такой популярный сезон лучше, конечно, планировать заранее поездки. Посмотрите, какая красота. Такие свежие, красивые цветы. Необычные гортензии, розы. Вот эти практически все уже распустились. Цена примерно 25 долларов. А гортензии 35. Вот такие в горшке розовые, фиолетовые, синие. Красивые цветы. Другие цветы. А это описано гордыня. Белыми цветами цветет. И очень ароматная. Решила купить цветочек домой. Вот эту гордыню. Не можем подобрать горшок. Нет подходящего размера. В этом магазине. Такая красота. Бонсай цветущие. Даже не пойму, что это за дерево. Похоже на сирень. В миниатюре другие варианты. Живые цветы. Можно попросить составить букет. Или выбрать самим. Вот этот необычный. Красивый очень цветок. Пишите в комментариях, кто знает, как он называется. Ярко-розовый с зеленым. А здесь продаются орхидеи. В Японии они, конечно, шикарные. По несколько цветов в горшке. А я купила гордыню. Здесь рядом есть небольшой сквер. Много кафе. Открытые веранды. Небольшие магазинчики. И длинная улица Муруночи, на которой расположены рестораны, кафе, магазины, бутики. Снимаю клумбы на воде красивые. И бежит ко мне почему-то полицейский. Говорит, что нельзя здесь снимать. Ну, в общем, говорит, что в этом гардене нельзя снимать. Ну, я так посмеялась, конечно, первый раз такое, что нельзя фотографировать цветочки. Давайте посмотрим, что же это за парк такой. Так, да, оказывается, это банк Митсубиси. Финансовая группа с каким-то секретным парком. А сейчас, друзья, мы с вами находимся на станции Токио. Это огромная станция. Железнодорожный вокзал. Вокруг много зданий. В основном офисы, торговые центры, рестораны. Многоэтажный департмент сто. Даймару. Давайте заглянем. Это очень хороший японский чай. Называется Луписия. Часто вам показываю видео. Покажу свои самые любимые сорта. Они же самые популярные. Черный чай Рос Ройл. С цветами, клубникой и игристым вином. Юме, в переводе с японского, мечта. Черный чай с цветами и ванилью. И Мерси Мирфуа. Всем очень нравится. Черный чай с ягодами, с малиной, с цветами и с белым персиком. Продаются лимитированные сорта. Часто выходят сезонные, лимитированные, зеленые и черные. Чай японское производство. Вот здесь была коллекция Капасхи. Красивая подарочная упаковка. Внизу под видео я оставлю ссылку, где можно приобрести с международной доставкой. Самые популярные сорта чая Луписия. Это зеленый чай с цветами и с белым персиком. А это Оулонг чай с белым персиком. Мои самые любимые. Привет, друзья, еще раз. Мы с вами поднялись на верхний этаж. Здесь продаются товары для дома. Красивая посуда. Давайте посмотрим японского производства. Большой выбор. Хрусталь. Ручная работа. Известные японские мастера изготавливают. Вот этот мне очень нравится. Белый с розовым. Нежный, красивый цвет. И граней. Посмотрите, какой рисунок. Такой стаканчик стоит 34 тысячи японских йен. А рядом белый с черным. Тоже интересное сочетание. Но это все ручная работа. Дорогой хрусталь. 55 тысяч японских йен стоит. Это больше 400 долларов. Вот имя мастера, который изготавливает вручную такую невероятную красоту. А эти стаканчики с горой Фуджияма. С одной стороны гора, а с другой солнце. И если смотришь сквозь солнце, можно видеть гору, как на картине. Синий и красный. Продаются в комплекте. Примерно 270 долларов стоили. А здесь посуда, которая изготовлена из бамбука. Приятная на ощупь, можно пить горячие напитки. Различные коллекции от известных японских мастеров. Стеклодувы изготавливают вот такие красивые чайные чашки. В Японии часто продаются посуды парно. Две чашки, два бокала, две тарелки. Кто хочет, может купить несколько наборов. Но в Японии не приняты большие сервизы. В основном по одной, по две чашки продаются небольшие наборы. А здесь вот такие, например, наборчики. Чайник небольшой для зеленого чая. И две чашки. Либо отдельно чашки. Чашечки для зеленого чая. Можно и для черного использовать. С совами. Такие милые. Очень уютные. Очень много, что мне нравится. Но я стараюсь не накупать, друзья. Потому что посуды у меня много. И как раз только что вам показала от Эрмес посуду новую. Для зеленого чая. Вот такие чашечки. По 10 долларов можно приобрести. Для риса. Вот эта красивая коллекция. Написано имя мастера. Художника Томо Митакеда. Изготавливает вот такую эксклюзивную красоту. Тарелки от 250 до 70 долларов. Чашки 50-60. Если вы приезжаете в туристическую поездку в Японию. Можно приобрести как сувенир. Качественные ручной работы. А здесь коллекция для чая. Японского матча. В таких больших департмент-стоа можно взять такс-фри возврат налога. В Японии очень удобная система. Возвращают сразу в магазине 10%. В Даймару на 12 этаже расположен офис возврат налога такс-фри. Собираете все чеки за день. И получаете такс-фри при предъявлении паспорта. А вот на еду, на сладости возврат налога не распространяется. Мы с вами сейчас на самом нижнем этаже. Здесь продаются деликатесы, сладости в европейском, в японском стиле. Со сладкой картошкой, со вкусами клубники, зеленого чая, с ягодами, фруктами, с персиком, желе. Продаются подарочные наборы. Также можно купить одну штучку и попробовать. Вот это какая-то интересная новинка. Мирон. Это со вкусом дыни. Здесь персиком с белым. Вафли, печенье с вкусом зеленого чая. Вот таким образом все упаковано в бумагу. И такие сладости принято привозить как сувенир из разных городов. Подарок преподносить. Необычные японские сладости. Мочи в листьях. А внутри находится паста сладкая. Анку. Такая сладость мне не очень нравится. Но я люблю, знаете, что вот такие вот формы цветов сакуры. Хрустящие вафли с мочи и тоже с пастой анку. Очень вкусные. Печенье с покемонами и пирожные мягкие. Называется Токио Банана. Эта марка очень известная. Продается в аэропорту также. Японский бренд производит пирожные. Невероятно красивые. Давайте посмотрим. Внутри мягкое суфле с разным вкусом. Яблоко, груша, клубника, манго. Классические пирожные. С каштаном. Манго. Да, друзья, я знаю. Я тоже сейчас на диете. Поэтому мы с вами вместе только смотрим. Ничего не едим. Но я купила маленькое пирожное. Небольшую японскую сладость. Потом выпьем с вами чайку. А вообще представим, конечно, очень много всего вкусного. Иногда можно себе позволить пирожные, тортики. А тортики в Японии вот такие небольшие, но симпатичные. Большей популярностью пользуются пирожные. Каждый выбирает на свой вкус. Срок годности таких пирожных очень короткий. Рекомендуют съесть в этот же день. При покупке кладут лед внутрь коробочки, чтобы все сохранилось в свежайшем виде. Огромное количество сладостей. А здесь изготавливают конфеты из карамели. Сейчас, видимо, перерыв. Но иногда можно видеть шоу на вот этой большой плите, как изготавливают карамель. Вот такие вот красивые конфеты. Расплавляют и скручивают в определенную форму. На втором этаже продается люксовая косметика. Известнейшие японские бренды. РНК, Декорте, Уход и декоративная косметика. Это масло для удаления макияжа от Шу Уэ Мура. В бренде Канебу тоже очень хорошее масло. Гидрофильное для демакияжа. Также умывание для лица. Просто шикарная декоративная косметика. А здесь бренд Жил Стюарт. В красивой упаковке. Пола. Тоже очень известный японский бренд. Марка Фанкель. Представляет много различных витаминов, бадов для здоровья, для красоты кожи. Японское производство, конечно, все. Эта марка называется Кле Дупо. Один из самых люксовых брендов от Шосейда. Хорошая косметика. Пол энджо. Милейшие помады с котиками. Эст. Люксовый бренд, в котором представлен очень хороший уход для лица. Ну что, друзья, я дома. Выпьем чайку. Купила Муму Верт. Это зеленый чай с белым персиком. Один из моих самых любимых. Муму в переводе с японского это персик. Помыла новые чашечки. И вот как раз закипел чайник. Зеленый чай заваривают температурой 90 градусов. Как раз нужно подождать минутку. Красивая, конечно, посуда от Тормес. Шикарная. Очень мне нравятся вот эти тарелочки особенно. Небольшие блюдца тоже очень используемые. И вот такие вот тарелки. 27 сантиметров для горячих блюд. Маленькие тарелочки тоже очень удобные. Не только для соуса. Можно небольшой десерт или ягоды даже положить. Муму Верт. Зеленый чай с белым персиком. И цветами. Один из моих самых любимых сортов. Такой чай продается в пакетах. Либо в красивых баночках. Рисунки меняются в зависимости от сезона. Баночка у меня уже есть. Такой чай я покупаю уже несколько раз. Пересыпаю из пакетов. Такой чай заваривают всего полторы минуты. Вода должна быть 90 градусов. Заваривать можно 2-3 раза. Но не оставляйте надолго воду в заварке. Иначе зеленый чай будет уже невкусным, горьким. Выливаем весь чай из чайника. И потом через какое-то время можно залить туда еще воды. 1-1,5 минуты и чай готов. Давайте откроем сладости, которые я купила. Очень маленькие, потому что я сейчас в принципе не ем сладкое. Но иногда на праздники или в ресторанах, конечно, позволяю себе пирожные. Вот такие вот японские сладости выбрала. Один со вкусом дыни, а вот это белый персик. Мягкий пудинг с кусочками фруктов. Ложечки использую вот эти японского производства. Просто невероятные. Пользуются специальной технологией укрепления стали. И они не царапаются совсем. Мою их в посудомоечной машинке, не жалею. Рекомендую вам, если хотите, приобрести долговечные столовые приборы. Оставлю ссылку внизу под видео, где такая серия продается с международной доставкой. Называется такая серия Super 700 Zeus. Друзья, показываю вам цветочек, который выбрала в магазине. Это гордения. Очень ароматные. Вот такие белые цветы. Но когда они отцветают, они желтеют. Много бутонов. Спускаются каждый день. Аромат стоит. Не было в магазине подходящего горшка. Он в пластиковом, таком белом. Мне не очень понравилось. Купила плетеный, но он тоже не подходит. А потом вспомнила, что у меня дома есть вот такой вот горшок. Давайте попробуем. Посмотрим, подойдет ли он по размерам. Вот так, друзья, смотрится. Мне кажется, даже лучше, чем в плетеном. Правда, пластиковый горшок полностью не поместился. И получается, висит. Но смотрится все равно лучше, чем в плетеном. Этот горшочек из Икея. Несколько покупала. Маленьких, больших. Посмотрите, сколько здесь бутонов. Аромат стоит. Привет, друзья. Я в новом жакете, который забыла вам показать. От Монклер. Очень удобный. Потом покажу вам видеораспаковку. У него вязаные трикотажные рукава. Внизу у меня широкие джинсы. Футболка от Селин. И белую сумочку взяла от Фенди. Мы с вами отправляемся в магазин. Один из самых известных департаментов. То Митсукоши в районе Нихонбаши. Он сетевой. Находится в разных районах Токио. В разных городах Японии. Луи Виттоне, Эрмес. Известные бренды представлены на первом этаже. И также здесь продается косметика. Показываем еще раз образ дня. Вот такие широкие джинсы, кроссовки. Проходит ивент. И японское телевидение снимает. Все желающие могут выложить картину с живыми цветами. Мне тоже предложили поучаствовать. Но я решила лучше поснимать. Увидела японские зонтики. Давайте посмотрим, какие расцветки продают. Складные. И вот такие вот длинные. Очень мне понравились. С кисточками. Красивые. В Японии большей популярностью пользуются длинные зонтики. Посмотрите, какая красивая форма. И ручка из бамбука. 22 тысячи японских йен стоит такой зонтик. Он очень легкий, невесомый. Красные цвета с рисунками. И без красный. Без рисунка немного дешевле. Тоже с бамбуковой ручкой, с кисточкой. Красивые зонтики. Вот такие цвета представлены в каталоге. Интересный цвет. Переливается как хамелеон. Из фиолетового в зеленый. Яркие расцветки. С итальянскими рисунками. Но производство самих зонтиков Япония. Вот такое название бренда. С 1948 года производят зонты. Давайте посмотрим косметику. Вот здесь есть даже салон красоты от Каледы Пу на первом этаже. И, конечно, люксовая косметика. Эскейту, Декорте, Суку, Эпистейн, Канебо. Кисточки ручной работы от Хакуходу тоже здесь продаются. Уход и декоративная косметика Канебо. Я пользуюсь вот такими румяными. Мне очень нравится. 0.3 оттенок. Он как бронзер с хайлайтером. И вот этот вот цвет, он так плохо передается на камере, но сейчас, на удивление, неплохо можно его видеть. 0.1 оттенок персиковый, очень красивый. Помады хорошие, увлажняющие в Канебо. Уход, умывание, это я вам уже сказала. Это бренд Лунасол. Блески для губ, тональные основы, умывание тоже отличное в этой марке. Новинка, наверное, я такой не видела. Как бронзер можно использовать. 0.3 оттенок румян. Палетки теней, очень хорошие в бренде Лунасол. Качество отличное, они осыпаются. И хорошая стойкость. Вот такие вот цвета сейчас представлены. Умывание очень люблю от Лунасол. Показывал вам в бьюти-видео. Отличные средства. А сейчас давайте посмотрим Микки Мото. Японскую косметику с жемчугом. Здесь в Митскоше она продается на другом этаже. Наверху самая базовая линейка. Называется у них вот так. Мун Пал. Лосьон первый и второй. Первый будет более легкий, а второй для более сухой кожи. Более питательный, увлажняющий. Крем в этой линейке представлен. И дневной крем, эмульсия, защита от солнца 25. SPF маску я пробовала, такую очень хорошую. А вот эта линейка с черным жемчугом. Она самая дорогая. Флаконы тоже черного цвета, антивозрастной уход. Вот это вот средство такое интересное. Я пробовала его в пробничке небольшом. Такое оно красивое. Давайте я вам покажу. Это эссенция для кожи в виде такого желе. И посмотрите внутри. Капсулы разного цвета. Синего, розового. Очень красивая космическая эссенция. На коже, кстати, оценка никакого абсолютно не дает. Прозрачное при нанесении. Используют ее как сыворотку. Можно перед кремом. Достаточно свежая текстура. А это бальзамы для губ с цветом и без. Для увлажнения губ крем для рук надо попробовать. Я не пробовала от Микки Мотто. Много интересной косметики здесь представлено. Вот SPF, например. Самая сильная защита от солнца. SPF 50. Еще отбеливающая линейка. Вся косметика содержит японский жемчуг. Я думаю, наверняка вы знаете. Бренд Микки Мотто. Всемирно известный. Производит украшения из жемчуга. Посмотрим орхидеи. Очень красивые они здесь продаются на этом же этаже. Вот такие маленькие стоят 9900 йен. Примерно это 70 долларов. А вот эта розовая 11. Примерно 80 долларов в горшке. По два, по три цветка. Есть огромные орхидеи. А здесь вот такие вот сорта. Маленькие. Очень красивые. Посмотрите, какая прелесть. Недорогие орхидеи в Японии. Вот такая большая, по 12-13 цветков на ветке. В горшке получается три ветки. Одна из самых дорогих. 33 тысячи японских йен. Это 250 долларов примерно. Хочу купить себе орхидею домой. Очень старый район Токио, Нихонбаши. Здесь находится нулевой километр и мост. Называется мост Нихонбаши. Постройки 1911 года. Зажат он сейчас между двумя скоростными дорогами. Видеораспаковочка, можно сказать. Забыла вам показать. Купила от Монклер куртку. Помните, давно еще я вам говорила, что мне очень понравилась эта модель. Но в Японии ее очень быстро распродали. Заказала в Европе. Там еще были они в наличии на официальном сайте. Такая облегченная куртка. Жакет. Даже она называется. С трикотажными рукавами. Можно носить весной, осенью, а зимой под пальто. Привет, друзья, еще раз. Сейчас мы с вами находимся около входа в империал отель. Императорский отель. Показываю вам свой образ дня. Сегодня ужасная погода, но зарезервированный ресторан французский. И мы с вами идем обмывать мою новую сумочку. Вот Эрмес в Бирке. Посмотрите, какая красота здесь в императорском отеле. Сакура при входе. Большой отель. Старый. Находится рядом с парком Хибия и императорский парк. Лобби на первом этаже. А ресторан, в который мы с вами отправляемся, находится на втором этаже. Французская кухня. Повар из Франции. Известный. Уже 15 лет. Работает здесь. Вот видите, даже не 15, а уже почти 20 лет. Работает шеф-поваром в императорском отеле. Старый ресторан, так же как и отель, классический очень. Интерьеры в дереве, ковры. За вас, мои дорогие, и за мою бесподобную покупку. Сумочка со мной. Хоть сегодня на улице и дождь. Погода очень плохая. Давайте посмотрим меню обеда. И покажу вам, какие блюда подают. Закуска с крабами. Кремовый соус. Охлаждается на льду. Омары с овощами, соус и желе из бульона. Японские травы используются так же. Сисо. После такого вкусного обеда подается десерт и миниатюрные сладости путифур. Десерт был очень вкусный. Мандарины, мороженое и меренки хрустящие. Миниатюрные тарталетки с лимоном, макарон, нуга и шоколадные конфеты ручной работы. Сейчас гости разошлись. Покажу вам ресторан. В выходной день много посетителей. Все столики заняты. Хорошо посидели, обмыли покупку. Посмотрите, что творится на улице. Дождь и ветер как-то похолодало сразу. Ну, мы с вами на такси. Надеюсь, сильно не намокнем. Свадебные церемонии проводят в часто известных отелях. Можно видеть фотосессию невесты в белом платье. А в ресторане, где мы с вами сейчас были, в отдельном закрытом зале тоже отмечалась свадьба. Но, по-моему, невеста была другая. Ну, по крайней мере, она была в другом платье. Видите, гости расходятся после свадьбы с одинаковыми пакетиками. Да, в Японии интересная традиция. Жених и невеста дарят всем гостям подарок. Сувенир небольшой. Как и спасибо за то, что посетили свадьбу. За то, что подарили подарок. Обычно принятые денежные подарки от гостей, которые покрывают часть затрат на свадьбу. Друзья, на сумку я надела чехол, потому что был такой ветер и дождь. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам видео понравилось. Далее вы сможете посмотреть прогулку. Звуки дождя, центр Токио, улочки в районе Гинза. Пишите обязательно комментарии. И увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok